Вопросом развития островных территорий посвящена значительная часть региональной недели Дмитрия Юркова. На Буревеннике жители попросили депутата Госдумы в решении наболевших проблем. Дорожная инфраструктура и ремонт общественной бани. Подробности у Алексея Шемякина. У нас осталось где-то 200 метров канализационных труб, две нитки по 100 метров. Если мы проезжали когда, вот видели, которые лежат там, только вот протянуть. А так уже все работы, в основном уже все сделаны. Жители с таким мнением не согласны. Дмитрию Юркову они рассказывают, сделано далеко не все. После прокладки нового водовода в этом году на Буревеннике и без того не блещущим идеальными дорогами, буквально не осталось мест, где жители могли бы пройти без резиновых сапог. Да и на машине теперь не везде проедешь, говорит водитель местной скорой. Качают машину, болтают так, болтают, что я говорю, можно голову разбить. А людей там повезешь с пневмонией, а привезешь еще с ключицей свою вернутой. Депутаты Государственной Думы местные жители просят помочь хоть как-то устранить последствия ремонта. Благоустройство территории здесь по плану должно завершиться летом следующего года. Дмитрий Юрков пообещал жителям держать ситуацию на контроле. Люди сделали обращение, чтобы мы этот вопрос не оставили сам по себе, а именно в июне месяце снова сюда приехали вместе и с главой города, и с депутатами, и со всеми исполнительными органами, которые в этом процессе заинтересованы и участвуют. Еще одна наболевшая проблема в поселке 23-го лесозавода – баня номер 19. Не работает она с апреля. Мы на острове живем. Это не все равно. В таком аварийном состоянии, как эта баня, у нас еще только есть одна на пирсах. Все упирается сейчас финансированно. Но у жителей на сложившуюся ситуацию свое мнение. Баня-то может работать, нам же эксперт сказал. Котел, который толщину металла замерял, он сказал, что котел можно работать на этом котле. И все, и закрыли баню. По словам Михаила Назарина, минимальное финансирование, которое необходимо, чтобы обновить котельное и инженерное оборудование – 5 миллионов рублей. Город деньги до сих пор не выделил. И когда это случится, ясности пока нет. Алексей Шемякин, Анна Рязанова, Александр Кузнецов, Регион 29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова